Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печов, я отвечаю на вопрос похищения людей в Чечне. Непростое похищение определенных мужского пола. Только зачем это делается? Сначала мы посмотрим, правда ли это нет. Да, мы видим, что тут вышло сразу за пределы. Бобы вышли, как говорится, за пределы и мы видим то, что люди даже начали сбегать в Россию, сбегать другие страны из Чечни. Почему это происходит? В данный момент мы видим, что люди, конечно же, запуганы многие, женщин это не касается и престарелых всяких мужчин тоже. Это чаще берут молодежь до 18 лет, то есть с 18 и дальше идет, как говорится, то есть такой призывной, видать, период, призывной военный период, то есть чаще всего призывников похищают, забирают, даже если их прячут, как говорится, их все равно забирают. И я задавал вопрос, правда это или ложь? Это выходит правда, то есть по сути духов не обманешь махинациями и ФСБ продажностью. То есть мы видим, что и вправду идет похищение, но похищение идет, потому что чеченский народ мужского пола призывного возраста стали бояться, видать, военных всяких спецопераций и бояться, что их будут брать плед или убивать, как говорится. И поэтому идет, так сказать, прятание людей, некоторых даже родственники переправляют за границу или в Россию под любым поводом. Поэтому похищения все-таки идут, как бы ни казалось страшной или надуманной или бредятина чья-то фантазия, но я говорю, как вижу, у меня нейтральная сторона, я ни за кого. Вот. В данный момент мы видим, то есть выход все равно у чеченцев есть, что они вправду напуганы многие, не так, как описывают в сказках всяких и видосах, какие они крутые, смелые. Мы видим, что реально движет людьми страх, реально, что они боятся умереть, не боятся потерять много чего. То есть тоталитарный режим все-таки в Чечне присутствует. Также мы видим на уровне челюсти одна только фасолинка. Это признак, что молчать, чтобы никто не говорил правду. То есть задача именно зашитый рот мертвеца, как говорится, чтобы никто не говорил, ничего не рассказывал, затыкают людям рот. Причем жестоко это делается, мы это понимаем, да. Как это происходит, я задавал вопрос. Происходит это через родственников, сами родственники, знакомые сдают даже за деньги и так далее, им обещают какие-то привилегии, видать. Вот. И это происходит. Также мы видим, что людей этих парней, молодых, запугивают, им промывают мозги. И, то есть на уровне мозга, видите, с левой стороны, да, то есть идет какая-то промывка мозгов, какое-то запугивание, то есть именно запугивание, что это герой, защитник, тра-ля-ля-та-поля. Но некоторые, конечно же, обманным путем все-таки переправляют для того, чтобы типа защищать Россию, родину какую-то и так далее, частную контору. То есть мы видим, как это происходит. Естественно, часть людей, также им обещают деньги, мы видим, да, если они пойдут на спецоперацию, как говорится. И, естественно, людей тащат туда, но заканчивается, как всегда, чем мы видим вот это, да, снизу. Это смерть. То есть заканчивается тем, что калечением, смертью и никто их не спасает, не помогает, самое главное. То есть, по сути, пофигу на людей, пофигу на жизни людей, на их здоровье и так далее. Такова реальность. Нужно быть реалистами, а не фантазерами, сказочниками. Также мы замечаем, что изменения происходят внутри Чеченской Республики, так сказать, или коллективчика, и по этой же частной конторы. То есть народ постепенно все-таки бунтует. Народ восстает, они пытаются как-то сопротивляться этому режиму. Но, как всегда, как говорится, организация сдавливает и мозги, и все, что можно и нельзя, да. Но чаще, вот я и говорю, то есть все-таки генетический год, генетическое будущее, так сказать, прайд, произведение народа, размножение народа. То есть это очень влияет, поэтому чеченский народ пытается прятать своих детишек мужского пола, чтобы они не вступали в эти коллективы, в эти армии, так сказать, и не убивали себя, и не уничтожали свое будущее, так сказать. Вот это, конечно, кошмарненько, значит, это все-таки правда, как бы ни говорили, как бы ни скрывали, их реально, то есть народ чеченский боится идти на войнушки, и реально, как говорится, все не так, чем казалось. Вот это показуха на камере, то, что типа они на все готовы, значит, они не готовы, да, то есть все-таки они хотят жить, они хотят размножаться, продолжать свой род, как говорится, жить полной жизнью, видеть мир, но им это мешает, то есть вот этот план путиноида все-таки продолжается на них влиять. Частично это для показухи делается, но частично, естественно, как говорится, оплачивается это шоу, кровавое шоу. Вот такое гадание, вкратце всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, будет много чего интересного, комментируйте, репостите. Удачи! Спасибо! 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 Спасибо!